Даже о правде нужно промолчать, если она принесет несчастье. Привет, я Даша, это традиционная книга-отчетник, но детективы в тогах, автор у нас Генри Винтерфельд. Я терпеть не могу причислять книги к какому-либо жанру. Это все равно, что на людей руки вешать. Не вижу смысла. Но здесь я вынуждена сказать, что если бы меня спросили, в каком бы жанре я бы причислила, я бы сказала, что это детский исторический детектив. Господи, какая же лицемерка. Весодействие. Древний Рим. Причина заварушки. Надпись на храме, посвященном императору. Это для тех времен огромное преступление. Клан-герои, школьники, древнеринские. Далось весть, кто именно испортил храм. И зачем он это сделал? Книга является хорошим проводником в мир древнего Рима. Бойко, волшебная страна, Шарля Перо. Так уж случилось, что я помню все книги, которые покупала сама, самостоятельно. Я помню, в каких это происходило в магазинах, какая была ситуация, почему я купила именно ее и свои первые впечатления о книгах, о всех. Эта книга не исключение. Я шла с рынка, с какого-то, это было в детстве, мне было лет, наверное, 13. И я увидела ларек. В детстве у меня была способность, теперь этого нет. Вещи меня умели позвать. В ней я умела услышать, когда меня вещи зовут. Я таким образом очень часто эти предметы какие-то находила. Ну и, конечно, покупки. Совершая вот только удачные. Эта книга меня позвала. Хотя ларек был совершенно не книжным, там продавалась обычная лапута, там, я не знаю, ручки, жвачки, напитки, лимонады, что там еще могло продаваться. И почему-то стояла вот эта книга. Я ее купила вообще без раздумий. И не пожалела вообще ни разу. Автор в увлекательной форме, замаскировав все это под путешествием в какой-то волшебный мир. Главного героя повествует о том, как, собственно, становилась сказка как жанр. Возникновение и развитие вплоть до того, что сказка является переносчиком древнейших каких-то обычаев и нравов, которые были характерны людям еще тех времен, когда они только-только научились, собственно, жизнь в костре поддерживать. Путешествуя по волшебной сказке, главный герой встречается с людьми, которые сделали все, чтобы поддержать сказку и дать ей толчок к дальнейшему развитию. В конце концов, он приземляется. Он приходит в волшебную страну Шарля Перо, но он не переносится в прошлое, нет. То есть Шарль Перо, он как бы живет в другой вселенной, что ли, со своими сказками. И в такой форме автор нам очень интересно рассказывает какие-то биографические данные о сказочнике знаменитом, прославленном. Он вкратце рассказывает о самых его знаменитых сказках. Я, например, в свое время узнала несколько новых сказок. Я помню, у меня очень впечатлила сказка «Слюная шкура». Книга, правда, удивительная. Она понравилась любому человеку любой возрастной категории. Я ее подсунула маме, которая как бы не 25, и ей тоже очень сильно понравилась книга, поэтому я советую. Здесь, кстати, рисунки такие очень необычные. Их словно нарисовал пятилетний ребенок. И это не отталкивает, а наоборот. Это как изюминка какая-то. Ну, представь, абсолютно, совершенно очень красивую девушку. Фигура, волосы, глаза, форма лица, губы, нос. Не все совершенно. Все симметрично. Хотя, ну, доказано, что такого не бывает. Ну, представь, да себе? Ну, это же скучная красота. Нужна какая-то изюминка. Хоть что-то не такое правильное. И вот эти рисунки в этой книге, это вот та самая изюминка. То самое, что неправильное. Толстушка под прикрытием Донцова. Главная героиня здесь Татьяна Сергеева. Я давно заметила, что с Донцовой что-то не так. Не могла понять, чего мне не хватает. То есть пропала изюминка. И меня осенило вот именно на этой книге. Пропала то, из-за чего я ее начала читать когда-то. Смех. Пропали все ситуации, которые должны смешить читатели. Ситуации с родными, ситуации с животными, конечно, с животными. Этого нет. Продолжаю читать по привычке. Как всегда, Донцова в начале книги, наподобие меня, и я наподобие ей тогда уж, скорее уж, начиная с какой-нибудь умной мысли, в отличие от меня, она пытается юморить. Данная книга начинается со слов. Хуже мужа, который все забывает, может быть только тот муж, который все помнит. Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины. Почитав ему, я скачала эту книгу. Как-то я снимала видео, называется «Спасенные книги». Я ставлю им здесь угол. И из «Спасенных книг» был один журнал. И там приводилась первая глава из этой книги. Журнал мне подарили на родины моего отца, в славном городе Жури, родственники, которые меня просто обожали. И мне тогда было не так много лет, 10, наверное, 11. Я просто, когда увидела этот журнал, я вспомнила эти удивительные ощущения, которые я испытала тогда, как мне это понравилось. Я поставила эту книгу на училище заказчиков. Готовимся очень часто услышать слово «очаровано». Потому что книга очаровательная. Это слово подходит больше всего. Ни хорошее, ни увлекательное, ни потрясающее, ни шикарное. Именно очаровательное. Она полна очарования. Она полна очаровательной невинности, очаровательной доброты, очаровательной самоотверженности. Она полна очарования сама по себе. Книга словно духи. Вверху нотки одной из моих любимых писательниц Фрэнсиса Элизабет Бёрн. Затем начинает чувствовать аромат Родины. Ну, я объясняла проживу. Самые глубокие нотки, которые раскрываются на протяжении всей книги для доброта. Бесконечная доброта в чистейшем виде. Вольно сразу меня очаровала одна из главных героинь поэмиле Эмиле. В стремлении выучить новые слова заставляет путать так забавно и очаровательно термины, как «чистят» вместо «чистят», «старказм» вместо «сарказм», и «циклоп» вместо «гентавра». Совсем похоже. Это так мило. Доброта главных героев вообще, очаровательная доброта, так тронула моё сердце, она такая трогательная, что практически всё время, что я читала, у меня на глаза выступали слёзы умиления. Немножко напоминает Библию. Она полна каких-то поучительных историй, притч, доброты, ненавязчивого совершенно призыва верить Богу, довериться Ему. Теперь, говорю, желанием прочитать продолжение, но, честно говоря, я немножко боюсь, что оно будет похуже в первой части, как это, к сожалению, часто бывает. Но, наверное, я всё-таки попробую. Вадим Старк написал замечательную книгу, которая вошла в серию книг «Жизнь замечательных людей». Наталья Гончарова называется. Каково моё мнение о Наталье Гончаровой? Оно всегда было немножко отрицательным. Я думала о ней как о легкомысленной вертихворске, которая не понимает, за кем она замужем, и которая, пусть и косвенно, но всё-таки послужила причиной гибели, скажем так, достояния нации, можно так выразиться, наверное. И, собственно, на протяжении... В итоге моё мнение так и не изменилось особо. Единственное, что я хочу добавить, то, как отнёсся к ней окружающий мир после произошедшей трагедии, то, что она пережила, пока её муж по её вине умирал, то, как она сама умирала, оно, я считаю, отчасти всё-таки искупает её вину, хотя полностью я её с ней не снимаю. Ну, таково моё мнение. У кого-то она может быть другим. Книга очень содержательная, очень познавательная. Я далеко не профан в плане биографии Пушкина, но я для себя нашла очень много всего удивительного в этой книге. Мне кажется, название не вполне точно отражает содержание книги. Может сложиться впечатление, что она только Наталья Гончарова на самом деле нет. Она рассказывает достаточно подробно о людях, которые как-то приближены к Наталье Гончаровой, и к Александру Сергеевичу, и даже о убийце. Доканет его имя в забытье, даже о нём немножко рассказывается. Всё, начинается книга. Она начинается с записи о рождении, о рождении Натальи, которую сделал в своих дневниках её родной дедушка. Рассказывается, откуда идёт род Гончаровых, о том, что ведётся от Лужского, Посадского, Шечника Гончара, что, собственно, и нашло отражение в фамилии. Рассказывается, через какие ветви Наталья Александровича приходится за другу родственниками. И через какие, кстати, ветви и с Ломоносовым Пушкин родственником получается. И даже сказывается немножко история рода Лонских. Лонской — это второй муж Натальи Гончаровой. Это человек, который сам интересуется родословно и вычитал слова в книге, которые мне такими родными показались. Сейчас тебе их процитирую. «Для современного человека в эпоху разрушенных связей между целыми сословиями курьёзно представляется родство людей и далее третьего, четвёртого колена, и порой забытыми казались даже имена дедов и прадедов. В Древней же Руси подсчиталась делом чести и непременно фактором сосуществования в обществе счастья родством, каким бы одалённым оно ни казалось». Также хочу отметить, что автор не принялся уделить внимание после Пушкинского периода жизни семейства Гончаровых, что редко встретишь невосекой книги в общем встретишь это. И, что очень-очень любопытно, рассказывает о последующей жизни потомков Пушкина. То есть, собственно, о его детях. Кстати, одна из его дочерей породнилась родом Романовых и послужила причиной отрекания от престола одного принца. У меня вообще как-то, я пока читала книгу, у меня произошло какое-то зацикление, на имени Наталья. Всем известно, что в восточных странах, где очень часто все отдыхают, Египет, Тунис, Турция, русских девушек называют Наташами и в это вкладывается не совсем хороший смысл. Мне кажется, что, учитывая, что Пушкин является фактически создателем современного русского языка и у него столько много ходит легендарных случаев, когда он действительно явился поводом для возникновения какой-то фразы, которая всеми употребляется, теперь впоследствии стал афоризмом или чем-то вроде этого, то мне начало казаться, что девушек русских называют Наташами, и вот, в общем, многие у этого обычая растут именно от Гончаровой. я, может быть, и не права, и, скорее всего, так и есть, ну, имею в виду, что я не права, но вот мне начало казаться после прочтения этой книги. Кстати, вот я упоминала кончину Пушкина, она в книге описана столь выразительно, что я словно наяву почувствовала запах, который обычно витает в доме, где находится покойник. Зобла это всё живо как-то и очень реально. Признаться, у меня есть предубеждение об до советской эпохе, что все, кто по сословию был выше крестьян, такие мега обходительные, вежливые очень люди, люди с хористократическими манерами, проще говоря. Ну, что, потомок крестьян всё-таки. Что я могу ещё об этом думать? В общем, я осознаю, что я заблуждаюсь, но всё равно меня очень удивило в общем человек, который считается что-то вроде попечителя или отчима убийцы Пушкина, выразился о сестре Натальи по имени Екатерина следующим образом. Дылда похожая на ручку от метлы. Очень вязвительно, мне кажется, неблагородное сказание. Я читала книгу, мне всё время вспоминалась повесть моего обожаемого Крапивина под названием сказки Севы Гущенко. там буквально в трёх-четырёх строчках очень ёмко и точно описывается пушкинская жизнь. Ну, не то, чтобы прям жизнь, а вот его творчество и его отношения с властью тогдашней. Я поразилась, Крапивин смог в трёх строках выразиться, выразить то, что автор книги Наталья Гончарова пыталась выражать большую часть книги. Как бы не критика в сторону одного из авторов, просто констатация факта. Удивило меня также и то, до какой степени век был золотым. Столько величайших поэтов, писателей, историков, Карамзина, например, общалась, ой, жила и общалась между собой в один временной период. И меня удивило вот это вот засилие гениальности, что ли. Это так удивительно и поразительно. Конечно, нам на уроках литературы преподавали всё это, но до прочтения этой книги я в полном мире не осознавал, до какой степени это... Мне даже слов нет. Рик Риордан, Перси Джексон и Похититель Молний. Так вышло, что сначала я увидела экранизацию. Сказать, что она мне не понравилась, значит, чего не сказать. Я не хочу оскорбить чувства поклонников фильма, но... И когда я услышала, что это экранизация, а не самостоятельный фильм, я в штыки поняла идею прочитать книгу. Это на меня очень не похоже. Я считаю, как бы не была достоверная экранизация, судить по ней. О книге это все равно, что судить об океане по луже. Ну вот, это совершенно разное. Хотя и то, и то, и злоды. И... Но Оля Пандельник так убедительно и восхищенно отзывалась об этой книге, что я все-таки решилась. Ну и... Хотя мой отзыв будет таким нейтральным, скажем так, я не пожалела о том, что я прочла эту книгу. Первое, на что я обратила внимание, это сходство с Гарри Поттером. Необыкновенное. Я даже себе выписала пару пунктов, перечислю. Название книги, которое соответствует формуле. Главное имя персонажа, плюс какая-то его вот... ключевой момент книги. Главный герой является полукровкой и избранным. До того, как он узнал о своей избранности, у него в жизни случались какие-то прям странные странности. Прошу прощения за тавтологию. Отсутствие полной семьи. Немножко снисходительное отношение к магам, которые в данной книге выступают в роли не полубогов. Главный герой книги это два парня, плюс одна умная, но немножко зазнающаяся девушка. Что-то напоминает, есть предмет одежды, который делает своего обладателя невидимым. Нельзя произносить определенные имена. Очень мне понравился кстати один абзац, хочу тебе его процитировать. Это мифы, которые создавали, чтобы объяснять молнии, смену времен года, ну и прочее. Это то, во что люди верили, пока не появилась наука. Эти слова мне такими родными показались, вероятно потому, что Крапивин писал почти то же самое из своей книги «Сказки Сева Гущенко». Я была немножко расстроена, когда читала тем, что автор слишком старательно показывал, чей Перси сын. Дело в том, что сначала как бы была интрига, что никто не знал, какого бога Перси сын. Но автор так старательно пытался показать читателю, чей именно он сын. Конечно, нужно, сюжет требует просто того, чтобы намекнуть на это. Реардан слишком целенаправленно намекает. Я сейчас, конечно, не буду произносить имя того бога, чей Перси сын, чтобы не испортить чтение потенциальным читателям, и с тобой ещё не была прочитана эта книга, может быть, тебе повезёт, и ты окажешься менее отгадливым человеком, нежели я. Ну вот, мне не совсем повезло в этом плане. А ещё, когда я прочитала, что олимпийские боги обитают в той стране, которая наиболее влиятельна на Западе, прочитав эти слова, я просто неприлично фыркнула. И подумала, если так, то в какой стране обитают боги Востока? И что это за боги? Шумерские, Египетские, Индийские? Я бы назвала эту книгу отличным способом пробудить в детях, ну не только в детях, интерес к культуре греков и римлян, и сама книга немножко выступает в роли, сама книга проявляет себя как какой-то источник знаний, скажем так, но всё-таки недостаточно сильно. И действительно, если бы я ничего бы не знала о греческой и римской культуре, мне бы захотелось поглубже изучить этот вопрос. Книга мне понравилась, она нормальная, интересная, увлекательная, такое лёгкое чтение на вечер, но продолжение я читать не буду. В общем, после того, как я прочитала книгу «Сережи замечательных людей» Натальи Кончарова, мне, конечно же, захотелось почитать Пушкина. Ему выбор пал на Руслана Людмилу. Ну, полагаю мой отзыв об этой поэме «Тебе как коту пятая нога» или «Жигули пятое колесо». Зато не пешком. Просто выражу схожее мнение. Он гениален. И хотя я не являюсь поклонницей творчества в поэтической форме, чьего бы то ни было, комиссиво наверное. Я восхищена и читала с огромным, перечитывала раз в 89-м и перечитывала с огромным удовольствием. Я хочу показать книгу Хагарда таким образом. Называется «Собрание сочинений приключений в Америке и Южной Африке». Сразу хочу сказать, что я не рекомендую именно вот это издание. Потому что вот эта вся позолота вот здесь когда-то была золотая надписью а ее видно кстати немножко остатки она стерлась. Я даже половину книги не прочитала она уже вот пришла в такое состояние и боюсь пройдет год или чуть больше и даже если она просто будет стоять на полке вот это позолоту тоже сойдет. Вот это уже начало сходить и здесь есть опечатки. Есть еще одна причина по которой я не советую покупать вообще в принципе огромные вот такие толстенные сборники потому что когда ты покупаешь книгу сейчас я конечно по себе сужу в первую очередь ты хочешь почистить ее все конечно сразу или на несколько частей Хагарда я обожаю с самого детства я ее полюбила за сначала за то что он писал повести о древнем Египте которым я благоволю а потом я поняла что он отлично пишет любые истории не только египетские но я никогда не замечала что он пишет по какой-то формуле то есть может быть он писал не по формуле просто у него так получалось что он писал словно по формуле есть двое влюбленных в одного человека сейчас ты в дальние земли высшее происхождение главной героини вот Оля понедельки недавно снимала видео о том как она изучает языки что читаешь читаешь и в один прекрасный момент и ты начинаешь внезапно понимать и здесь то же самое когда читаешь так много повестей порядка десяти в книге когда читаешь так много повестей подряд у одного автора со временем ты начинаешь у тебя мозг отключается ты воспринимаешь все истории как одну просто там главные герои с разными именами и не потому что Харат одинаково пишет он пишет в определенном стиле в одном и я хочу немножко коснуться его биографии видимо она существенно повлияла вот на этот план книги дело в том что он был очень сильно влюблен всю свою жизнь в одну девушку но так случилось что у него не получилось на ней жениться она вышла замуж за другого богатого человека и когда он уже состоялся как писатель был знаменит ну не прям знаменит известен и тут вот я к сожалению не помню тот за кого она вышла замуж его возлюбленная не то он умер не то разорился в общем так или иначе эта девушка она оказалась фактически нищей она пришла к нему за помощь и он ей помог действительно и вот это очень это отразилось почти во всех его работах и сейчас я хочу рассказать о его трех повестей из книги которые я показала как об одной потому что они написаны почти одинаково это дочь Монте Сумы Дева Солнца и Сердца Мира это пункт первый действие начинается в Европе где-то а потом переносится в Америку причем не в США а вот когда вот еще там Мин-9 у-у-у-у я сниму себя скайм второй пункт повести начинается с повести это как книга в книге главный герой написал историю своей жизни и вот теперь как бы читатель читает эту книгу у него еще такого встречается работа что он кому-то рассказывает прохожему фактически историю о себе и мы являемся свидетелями собственно этого повествования третий пункт Европе была одна возлюбленная в Америке становится совершенно другая девушка четвертый пункт любовь скво ставит под удар жизнь главного героя причем это скво наивысшего просто происхождения и последний пятый пункт выжисление главного героя ну а шестой пункт немножко спал поэтому пожалуй я не буду его озвучивать иду выше обозначенных причин последующие повести которые находятся в этой книге я просто озвучу где они происходят и перейдем к следующей книге Чужина Востока разворачивается действие между христианкой и римским центурионом которые полюбили друг друга но не могли быть вместе потому что вроде как родители завещали христианке выйти замуж только за христианина и на этой почве и на почве гонения христиан ситуации в Иерусалиме если мне память сейчас не изменяет все это как бы очень кстати замечательная повесть безумно мне понравилась я ее уже перечитала потому что эта книга уже есть на моей библиотеке но как я уже сказала выше есть у меня на руках книга должна прочитать ее всю братья на этот раз мы имеем дело с племянницей самого Салахаддина девушка до предельного момента счастливо поживала себе в Англии влюбила в себя двух своих братьев двоюродных ну вот Салахаддину пояснился сон согласно которому он должен был в общем ее к себе призывать конечно братья ломанулись за ней чем все это закончилось мы узнаем если почитаем книгу завещание мистера Мизона это что-то вроде Титаника только романтичнее и счастливее девушка попадает на корабль знакомится там с молодым человеком они влюбляются корабль тонет причем процесс ухода корабля ко дну паники до такой степени отлично прописан что не моментально исполнится аналогичная сцена и с Титаника девушка спасается попадает на непитаемый остров и что было дальше я не скажу и последние три повести из книги это Надо Бенита и Ласточка все эти действия происходят в Африке все выше обозначенные девушки являются не африканками по своему происхождению просто по обстоятельствам живут в Африке и у них случаются романтические и не очень приключения в этой стране в Африке